Здравствуйте, друзья! Я немножко изменил начало, вводную часть роликов, потому что очень много пошлых, похожих начал, как выяснилось, есть в интернете. Там, где просят ставить лайки, там, где благодарят бесконечно, просят подписываться на канал, скорее. Этого не будет. Хотите – подписывайтесь, не хотите – не подписывайтесь. Полное свободотворчество и самовыражение. Очень много разговоров идет о том, бесконечная, кстати, бесконечная вот эта вот линия обсуждения со школьных лет моих еще, там, не знаю, с раннего детства, что такое рок, что такое поп. И все эти годы я тоже размышляю над этим вопросом, что такое рок, что такое поп. Спросите меня, что такое рок. И вот сейчас я уже не могу объяснить, что такое рок. Это на интуитивном уровне только, на уровне душевном каком-то, и даже не ментальном, а именно каком-то вот внутреннем, внутреннем ощущении могу отличить рок от нерока. И отличить могу точно, на раз, сразу. Вот так вот. Да. Ну и о шоу-бизнесе. Шоу-бизнес – это рок, или это не рок, или это поп. И рок, и поп, да. И, наверное, 90% той музыки, которую мы слушаем, это вообще-то шоу-бизнес, конечно. А что касается так называемого классического рока, это 100% шоу-бизнес. Вообще-то там вообще исключений нет. Вот это классический, условно говоря. То, что у нас в России называется классическим роком. Что сильно отличается от того, что называется классическим роком на родине классического рока. Ну, нам, конечно, в России виднее, что тут говорить. Это я к чему? Это я к группе Джемкарет. Вот такая вот пластиночка. Прислал мне ее пару месяцев назад Саша Цалихин, мой большой друг, который живет в Нью-Йорке. Точнее, в Нью-Джерси, рядом с Нью-Йорком. Я там у него бывал. Мы прекрасно проводили время. Саша является владельцем рекорд-компании под названием Trail Records. Выпускает очень хорошие пластинки. Но эту выпустил не он. Зато Саша меня познакомил с группой Джемкарет много лет назад. И это первая виниловая пластинка Джемкарет, которую я держу в своих руках. Потому что до этого Саша мне присылал много альбомов Джемкарет, но все они были либо на компакт-дисках, либо на этих самых, как это называется, CD-ромы, CD-ары. Да, CD-ромы. Да, CD-ары. Да, самозаписанные. При этом альбомы Джемкарет выходили на CD-арах. Они сами выпускали их на CD-арах и продавали, распространяли, рассылали по разным магазинам в том числе. Ну, что-то выходило и на настоящих компакт-дисках довольно много. У группы много альбомов. Она существует с 1985 года, если мне память не изменяет, или с 1984. И вот она к шоу-бизнесу вообще отношения не имеет никакого. Эти люди занимаются музыкой. Они не занимаются бизнесом, они занимаются музыкой. О чем они и говорят сами. То есть, они говорят, что в принципе нам все равно, покупают пластинки, не покупают пластинки. Нас это вообще очень мало интересует. Ну, конечно, приятно, когда покупают, но если не покупают, то ничего страшного. И группа никогда все эти годы, с 1984, будем говорить, никогда не шла на поводу, извините за такой штамп на поводу, у моды, у востребованности, никаких трендов, никакого встраивания в эти самые тренды, в струю, что сейчас модно, что сейчас востребовано. Страшное слово «актуально», которое я ненавижу в отношении музыки. Когда мне говорят, что эта музыка не актуальна, я прекращаю обсуждение сразу, потому что бесполезно говорить и не о чем говорить. То есть, группа вообще не обращала внимания на то, что происходит в этом самом шоу-бизнесе. Играла всю дорогу и играет, слава богу, свою собственную музыку так, как им нравится и так, как они хотят. Их любимые группы, я прочитал тут, это Universe Zero и Osric Tentacles. Они мечтают с ними выступить и даже не выступить, а создать коллаборацию и вместе поиграть просто. Потому что выступить, не выступить, это тоже дело десятое. Артисты группы живут на деньги, которые зарабатывают не музыкой. Один из них содержит маленький музыкальный магазин, другой работает в городской администрации, третий, не помню же, чем занимается, четвертый тоже. В общем, они все работают на работах. И много-много лет группа играет инструментальную музыку. Никто здесь не поет ничего. Чистая музыка. При этом 90% этой музыки это импровизация. Люди собираются, включают инструменты сначала. У них, правда, период уже сейчас идет такой, когда они, в общем, структурируют музыку, то есть придумывают заранее уже то, что они будут играть. А до этого много альбомов у них было, много концертов, много альбомов, когда друзья садились в студии или у себя дома, включали магнитофон и даже не знали, в какой тональности они будут играть, какие мелодии они будут играть и что вообще они будут играть. И записывали альбом за альбомом, альбом за альбомом, альбом за альбомом. И кажется, что это должно быть билиберда какая-то, но я слышал несколько этих альбомов импровизационных, Саша мне присылал на компакт-дисках и CD-арах. И это потрясающая музыка. Это действительно просто кайф полный. И технический уровень этих музыкантов таков, что, в принципе, они могли играть в любой группе. Как большинство музыкантов и живет, когда хороший гитарист играет в хорошей группе, потом что-то там происходит, поступает другое предложение, и он переходит в другую группу, которая играет абсолютно другую музыку. Например, замечательный гитарист Мик Муди, который играл в... Ну, играл в блюз, условно говоря, играл в блюзы, в хороших группах, а потом вдруг раз оказался в группе White Snake. Ну, потому что это работа. Это просто работа. Люди работают, зарабатывают деньги, им надо на что-то жить. Ну, и масса других музыкантов, вы все их знаете, там Джон Уэттон, у которого там 10 групп разных, в которых он играл, абсолютно в разных стилях, в разную музыку. Это не значит, что ему все равно, хотя, наверное, все равно, потому что деньги платят, и я играю, я бас-гитарист, хороший, я умею, все, я сыграю, пожалуйста. Эти нет. Они могли и могут играть где угодно, любую музыку, какую, скажете. Технический уровень, уровень, я повторяю, просто запредельный. Нет, нет, хотим играть свое. И вот эта пластинка 2019 года на виниле вышла в 23-м. Если мне не изменяет глаза. И она уже не столь импровизационна, она, как я уже говорил, структурирована, песни, инструментальные композиции уже прописаны. Но чем эта штука выделяется из всех джем-карт, я имею в виду. Чем она выделяется из всех так называемых прогрессивных групп? Тем, что они вышли за грань. Они вышли за грань. Они здесь нет ни одного ни одного а тонального музыкального хода. ни одного диссонанса. Ни одного такого диссонирующего, режущего слух аккорда. Никаких малых секунд. Ничего этого нет. Музыка абсолютно понятная. Абсолютно слушабельная даже для неподготовленного слушателя. И, казалось бы, несложная для восприятия. Ну, группа ЕС тоже несложная для восприятия, но здесь совершенно другой взгляд на музыку вообще в принципе. Это выход за грань. И какие-то музыкальные фразы, музыкальные пассажи, которые в другом исполнении у другой группы могли вызывать бы традиционные привычные эмоции. Там восторг, радость, печаль, гнев, ярость. Это все здесь есть. Но это как бы первый уровень восприятия. А музыка джемкарат, она выходит дальше. Она выходит дальше и показывает, что музыка гораздо глубже, чем этот первичный физиологический уровень восприятия. И при этом она, как я уже говорил, абсолютно понятна. Но здесь такое количество инструментов, такое количество всяких необычных для нас музыкальных штук, гармониум, делруба, акустические электрические гитары, понятно, восьми и четырехструнный тенор укулеле, вибрафон, виола, базуки, ибоу, апрайт бас, аналог синтезатор, хаммонтарган, мелатрон, хор, глупсихенд, гопсиченд, тар, мамбира, деревянная флейта, сан, сармандал, тампура, камбуз, конги, уду, кракебс, кракебс, тамбурины, байсикл белл, да, звонок, и много-много чего еще. Гейл Элит играет, Майк Хендерсон, Чак Окен, младший, Генри Осборн, Майк Мюрей. Не знаю, на что похоже, эта музыка не на что, она похожа на Джим Карат, посмотрите, найдите в интернете, все это должно быть. Beyond the Frontier, первое полотно, начинается с синтезаторных ветров, с тревожных таких звуков, и кажется, что, ну, это мы уже слышали, сейчас пойдет нормально, обычный такой, так называемый прогрессивный рок, и включается бас-гитара, и гитара играет чисто роковые ходы. Электрическая гитара, тяжелая, подгруженная, чисто роковые ходы, в темпе все, ну, понятно, это нормальный такой, то, что называется прогрессивным роком. И потом вдруг все эти термины, все эти названия, они расплываются, уходят, потому что абсолютно все другое. и вдруг и мелотрон, и синтезатор появляются, и темп меняется, и вроде бы мы к этому уже привыкли, к смене темпа, да, и инструментария, но все звучит не так, как должно бы быть. Экзотические инструменты, перкуссия, базука, все эти штуки, они звучат, африканские перкуссии звучат не как африканские перкуссии, базука звучит не как базука, напоминает ситар немножко, но не ситар. И здесь идет после электрического соло этого рокового идет фраза на базуке, потом идет фраза на каком-то другом струнном инструменте, непонятном. Потом начинается опять роковая часть, потом она заканчивается и плавные синтезаторные вот эти вот улеты. Long Ride to Eden, следующий номер, неожиданно арпеджио синтезаторные, такое то, что Tangerine Dream или нет, 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 это все по-другому, и эти арпеджио вдруг накрываются прекрасным гитарным соло, которые не воспринимаются как гитарное соло, здесь все воспринимается по-другому. Хотя, как я уже говорил, никаких заездов в так называемый авангард музыкальный нет, все прочитывается, все, с одной стороны, вроде бы, достаточно традиционно, но технически совершенно сыграно все безумно, но это не бездушное совершенство, как у там Dream Theater, да, скажем, технократическая такая музыка, она наполнена смыслом, она наполнена внутрим содержанием и, как я уже говорил, выход за грань физиологического восприятия музыки. Но не пугайтесь этих моих страшных слов, потому что West Coast, третий номер, это просто, вот хочется сказать и скажу, приятная музыка, но это так принижает то, что там сыграно в West Coast, так это приземляет, так бытовит, а на самом деле это чистый космос, чистый космос просто. При этом вся музыка на альбоме, она вся в темпе, она вся пульсирует, она живет, дышит, никаких провалов, никаких длин нот, никаких таких музыкальных пауз, которые нужно заполнить обязательно каким-нибудь соло, иначе что же там делать еще вот в этой песне. Сыграли 12 тактов, что же еще сыграть? Давайте соло сыграем, давайте, потом на барабанах соло сыграем. Ничего похожего здесь нет, здесь все осмысленно, все единое, единое дыхание, единое полотно и взгляд в глубину музыки, в суть самой музыки. То есть люди, которые играют 30 лет импровизацию, 30 лет погружаются в музыку, когда они начинают играть структурированные вещи, они переносят дыхание импровизации в эту жесткую, достаточную структуру. И получается удивительная совершенно штука, чистый бриллиант. Рекомендую всем джем-карт, платинка называется A Sky Full of Stars for a Roof. Звезды вместо крыши, условно говоря, да? И вот эти звезды вместо крыши вы и увидите, когда будете слушать эту музыку. Будете слушать музыку и увидите, что вместо вашего потолка, вместо вашей крыши звездное небо. Я пошел пить. Пока. Продолжение следует...